Здравствуйте! Сегодня мы продолжим знакомство с модулем Петер. Рассмотрим, как создавать меню и диалоговые окна. Вы знаете, что меню бывают разные. Это горизонтальное меню, фотографическое меню, это всплывающее меню, контекстное меню. Но сегодня мы с вами расстановимся только на работе с горизонтальным меню. Обычно это меню, которое содержит такие пункты, как файл, редактировать, помощь и так далее, в зависимости от программы. В каждом таком пункте меню собраны команды, которые связаны именно с действиями. Если это меню файл, то здесь и над файлами открыть, сохранить, закрыть. Если это редактировать, это все, что нужно касается редактирования. Вырезать, вставить, скопировать и так далее. Каждый пункт меню и каждый пункт списка меню обычно представляет собой команду, запускающую какое-либо действие или открывающую диалоговое окно. Сейчас рассмотрим, как создаются меню в кинтер. Подключаем модуль кинтер, создаем главное окно наше, создаем объект меню на главном окне. Дальше окно конфигурируем с указанием меню для этого окна. В команде fm равный меню m мы создаем пункт меню, который размещается на нашем главном, на горизонтальном меню. Этот пункт меню у нас будет называться layFile, и он у нас связан с этой переменной, которую мы только что создали. Создали fm. Связано с главным меню m. Далее в остальных четыре строчках мы создаем или формируем, правильно сказать, список команд пункта меню, то есть наш меню файл будет состоять из команд open, new, save, exit. Далее для того, чтобы создать второй пункт меню, то есть это горизонтальное меню, не вниз команды, а вправо, мы создаем пункт hm. Этот пункт у нас будет связан с главным меню, вот оно у нас идет как аскадное, называться будет help menu. hm – это вот help menu. Дальше для второго пункта меню мы создаем команды help и above. Это у нас получается меню, которое состоит из двух горизонтальных команд, команд файл и help, и каждая команда содержит несколько команд внутри всплывающих. Теперь, если же наша команда, какая-то из команд горизонтального меню будет содержать под меню, то мы должны аналогичным способом создать пункт меню, назвать его каким-то образом. Но вот здесь мы его связываем не с главным меню, как fm, а под тем пунктом, с которым мы хотим, под пункт, которого мы создаем. В данном случае у меня fm – это файл меню, то есть у меня в файл меню будет своя команда, и она будет в свою очередь содержать команды как всплывающее меню. Все, что сказала, вот на примере. Два пункта – файл, help. Внутри файла у меня команды open, new, save, exit. Вернусь немножечко назад. Вот они были open, new, save, exit. Они все располагаются на fm. fm – это пункт меню, и она связана с m – с главным меню. Называется label. Но у команды import есть подменю. Это было создано, вот здесь у нас импорт, он связан с fm, и его команды image.txt. В предыдущих примерах везде мы использовали два метода. Это метод addCascade и addCommand. Метод addCascade добавляет новый пункт в меню, который указывается как значение опции меню. Метод addCommand добавляет новую команду в пункт меню. У этого метода есть опция Command, которая связывает команду с конкретной функцией обработчиков. Кстати, мы уже сталкивались с вами, когда создавали события, обрабатывали события. Но в данном случае у меня пока ничто не связано, поэтому команда не работающая. И для того, чтобы наши работали горячие клавиши, вот тут горячая клавиша f и горячая клавиша f, нам необходимо использовать команду underline. И для того, чтобы иметь такой разделитель графический, чтобы визуально как бы отделять группу команд друг от друга, нужно будет использовать команду addMethod addSeparator. Еще разок, потому что мы только что сделали, пройдемся. Мы подключили модуль, создали два, три функции, которые будут связаны с командами меню. Дальше создаем главное окно, создаем меню, объект меню, который связан с главным окном на главном окне. Окно конфигурируем с меню. Дальше создаем две команды горизонтальные. файл, он будет связан с open new save exit file help, который будет связан с командами help about под меню импарт, который связан с image text. Здесь именно для файла мы указываем, что в горячей клавиши будет нулевая клавиша, то есть это в ней нулевой символ, это f, так мы знаем, что нумерация строков идет с нуля. Здесь в горячей клавиши будет первый символ, это в exit первый символ, это x. Еще разок, f это нулевой символ, и x. Можно горячей клавиши создать для каждой команды меню. Я просто для примера показала на двух окнах. Здесь, если вы видите, я две команды, три команды закомментировала. Первый раз мы просто создавали меню команды new exit about, а вот, как первый раз, когда первый пример показывала, эти команды у меня были нефункциональны, мы ничего не делали. В этом примере мы связали от команды пункта меню new с функцией new wait. Эта функция что делает? Она создает дочернее окно. Команду меню exit, я старую закомментировала, новую создала, добавила к нему горячую клавишу, добавила связь с функцией close win. Close win закрывает наше главное окно. И третья функция, она связана с командой about, вызывается функция about. Здесь создается дочернее окно, на этом дочернем окне создается метка, которая содержит информацию, это просто программа тест, в меню hinter, и размещается на дочернем окне. То есть при вызове about, при вызове этой программы уходит такое окно, при вызове пункта above уходит такое сообщение, это просто программа тест, меню hinter. Но помимо горизонального меню можно создать всплывающее меню, можно создать пиктографическое меню, на этом мы сегодня останавливаться не будем. При работе с меню очень часто нам необходимо будет работать с диалоговыми окнами в фильтре. Диалоговые окна – это элементы графического интерфейса, предназначенные для вывода сообщений пользователю, для получения от пользователя какой-то информации, также для управления действиями программы. Диалоговые окна весьма разнообразны. Самые часто встречаемые – это окно «Открыть» из меню файла, «Сохранить» или «Сохранить как», вернее, «Выход». И там сообщение вы действительно хотите делать, да или нет. Рассмотрим диалоговые окна, которые позволяют открыть некоторый файл и сохранить имеющийся файл. Для того, чтобы работать с диалоговыми окнами в фильтре, нужно подключить дополнительный подмодуль – это «Кинтер файл диалог». Именно для работы с файлами. Мы подключаем «Кинтер» и подключаем подмодуль «Файл диалог». Здесь мы создаем окно главное. Создаем два объекта – «Оккер» и «Сэн». Эти объекты будут связаны с вызовом диалоговых окон. Первое у нас будет связано с вызовом окна «as open file name», то есть открытие окна. И второе – «save as file name» – «Сохранить как». Практически, если мы делаем этот модуль, эту программу прогоним, у нас появится окно, потом появится диалоговое окно, одно, второе – ничего не делать. Просто они будут открываться, и можно будет их закрыть. Для того, чтобы они действительно работали, нам нужно будет связать с какими-то компонентами, с таким привиджением. Поставим на родительском окне текстовое поле, текст, разместим его. И если, пока документировала «save», я хочу открыть некоторый файл и информацию из этого файла закинуть в наше текстовое поле. Если я таким образом, в таком виде, просто прогоню этот скрипт, он ничего не даст. Он создаст радиусское окно, выдаст окно, разместит на него текстовое поле, оно будет пустым, откроет диалоговое окно «открыть файл», ничего, никуда оно не скачает, ничего не сделает. Если же я открытый файл свяжу с компонентом текст, тоже добавить к нему в конец то, что я только что взяла, он у меня запомнит путь к файлу. Он загрузит в текстовое поле полное имя файла. А так как мне нужно не само имя файла, а содержимое этого файла, значит, данный метод не подойдет, нужно будет использовать метод другой. Метод input. Для того, чтобы использовать метод input, нам необходимо будет подгрузить модуль input в файл input, так как метод input, он существует встроенный в самом кинтере, мы с ним работали, и этот метод input позволял нам ввести какие-то данные. Чтобы не путать, какой метод вызывается, мы указываем, что мы используем метод input, но из модуля file input. Тогда с помощью итератора цикла forE, file input, input.op, мы в текстовое поле заносим содержимое того файла, которое хранится под переменной op, вернее, переменной op будет хранить имя файла, путь к нему, сможет считать эту информацию и загрузить текстовое поле. Вот если подробнее еще разок рассмотрим, мы подгружаем модуль кинтер, подгружаем модуль файл диалога, так как нам нужно будет выбрать нужные файлы, подгружаем модуль файл input, так как мы хотим открыть файл, прочесть его и загрузить в текстовое поле, например. Создаем функцию open. В этой функции у нас создается переменная op, как openFileName. Дальше мы из этого файла считываем построчно и записываем в текстовое поле. В основном скрипте, в основной программе мы создаем окно, создаем меню, создаем пункт меню файл, в этом пункте меню создаем команду open, создаем текстовое поле, размещаем. И вот если в такой виде прогнать скрипт, у нас вот все, что у меня было в файле, оно отобразится в текстовом поле. Дальше. Второе диалоговое окно – это сохранение файла. Для того, чтобы сохранить, мы добавим еще одну функцию, devSafe, переменная, это как askSaveAsFileName, то есть это вызовет диалоговое окно, сохранить как. Здесь мы сохраним имя файла. Дальше. letter, переменная, которая будет содержать текст, который мы захотим сохранить в файле, этот текст мы возьмем из текстового поля с помощью метода get. Далее мы открываем некоторый файл. Это наш файл, который связан с переменной sa. открываем для записи. Записываем в наш файл вот этот весь текст, который взяли из текстового поля, и закрываем файл. Для того, чтобы обратиться к этому методу, к этой функции, в телескриптах, там, когда мы добавляем команду save, нужно будет добавить, что эта команда связана с функцией save. помимо таких диалоговых окон, как сохранить, открыть, закрыть, существуют диалоговые окна модуля hinter message box. Это довольно-таки простые диалоговые окна. Они предназначены для вывода сообщения, для вывода предупреждения, получения от пользователя ответа витрена да или нет. Здесь на примере мы подключаем вот этот модуль from message box. Создаем две функции. Первая функция, close with, ну, по названию, да, мы закроем какое-то окно, и эта функция, если она сработает, она вызовет окно, которое будет называться exit. В самом окне будут содержаться текст do you want to wait, хотите ли вы закрыть, выйти. Это окно содержит две кнопки, кнопку yes, кнопку no. И если мы выберем кнопку yes, если истина, то оно просто закроет наше главное окно. Если no, то оно ничего не сделает, хотя здесь можно было бы прописать дальше там else и какое-то действие еще. Функция about вызывает окно, которое называется show info, класс окна. Само вот это окно в китле у него будет называться editor, и в нем будет всего лишь текст. Данное окно содержит лишь одну кнопку ok, с которой пользователь должен согласиться. В основной программе, в скрипке, мы должны связать некоторые команды меню с этими двумя функциями. Как это выглядит? Так как мы работаем, всегда с китом, мы всегда подключаем кинт, так как мы будем открывать файлы, подключаем к файлу диалог, так как мы хотим считать имя файла, мы будем файл input подключать, и вот message box подключим, так как мы хотим передавать пользователю какие-то сообщения или получать от него какую-то реакцию. Дальше. Наш опыт. Мы это рассматривали, save мы рассмотрели. Вот новые, которые только что были рассматриваны, как закрыть окно и вывести сообщение. О чем? Вот закрыть и вывести сообщение. Close у нас связано с командой exit, и about связано с командой about. Если я сейчас здесь возьму, вот вызову, главное меню exit, у меня выходит вот такое окно, окно exit, которое содержит сообщение, набранное нами, вот это сообщение. Да, нет. Если да, закроется целиком окно, если нет, закроется вот окно exit. Главное окно, оно останется. В help, если я возьму, выберу команду about, оно просто вызовет такое сообщение, что это за окно, как подсказка, и я с ним должна просто согласиться. Ничего я больше с ним сделать не могу. Нажимаю окей, закрывается эдитер, остается наше главное окно. Итак, сегодня мы с вами познакомились с такими возможностями модулям гиттера, как создание горизонтального меню и работы с диалоговыми оконами. На экране у вас вопросы для закрепления, на которые вы должны уметь ответить. Список литературы на этом сегодняшнее наше занятие. До встречи.